Рождение твоего произошло в городе Иваново-Франковск, да? Да. Украинском. А юность ты провел в Харькове. В Харькове. И детство заодно тоже. И детство. У меня детство было советское. Ты 73-го года рождения. Я 73-го. Поэтому это, что Иваново-Франковск, что Харьков, это были русские города со своим вот каким-то там вот колоритом, да, с каким-нибудь там шоканем, гаканем, с какими-то, с подсолнухами, с теми семечками. Мы, по-моему, в России, кстати, по-моему, меньше их едят, да, то есть это, по-моему, больше как-то южно-русской, это вот традиция сидеть, вот их закидываться семками. Нет, это были такие вот русские города, вот, ну, типа, наверное, я думаю, там в Ростове где-нибудь, да, вот на Дону там что-то вот похожее, может быть. А украинский ты учил в школе? Да, до определенного момента. Потом, поскольку была возможность, всегда была такая возможность прийти и его не учить, можно было отказаться от его изучения, а как бы, ну, то есть я решил, что мне это просто не нужно, ну, нафиг еще какая-то лишняя нагрузка какие-то вот эти вот читы. Учебные часы. Сейчас, как, вот эти, мы сказали, не хотят учить. Да нет, слушай, я, ну, он каким-то образом помимо был, все-таки была же какая-то, есть параллельно, то есть, ну, украинская же культура, она каким-то образом на государственном уровне поддерживалась постоянно, да, там, все-таки там, вот, украинские дети, то есть, там, проживающие на Украине, смотрели там две, там, вот этих «Спокойной ночи», да, вот на русском, который, майка, и на украинском. Вот в таком формате. А в Харькове в твою юность там на русском говорили? Да, слушай, украинского языка как такового не было, а вот, то есть, я не хочу упаси Божь там никого обижать, как бы, да, то есть, вот, но, то есть, вообще, вот, само по себе явление украинского языка в Харькове, то есть, воспринималось как элемент, то есть, глубоко провинциальной сельской культуры, то есть, человек, который появлялся в цельной степени с украинским языком, это был либо преподаватель университета, сколько с политической позицией, который, вот, да, то есть, такой вот странный, то есть, такой вот травмированный человек со своей стравмированной идентичностью национальной либо это были действительно люди к который привел к владеющий суржиком да поскольку существуют же какие-то языковые диалекты местные да то есть вот они как бы очень быстро перевоспитывались и там в течение до одного-двух лет они очень переходили на тот русский язык который в общем-то ходил в харькове я говорил на нем приехал в москву я мне меня стали шпынять что вот я вот говорю на каком-то суржики вот и сколько лет уже знает у человек да и причем здесь действительно говорили я когда начинаю нервничать переживать у меня опять они вылетают шоу а вот эти вот все я то есть как бы вам вылезает от все этот